Я напоминаю, что мы сегодня собрались для того, чтобы в третий раз и заключительный в этой серии обсудить проблемы, с которыми сталкивается и столкнется еще мир в связи с пандемией. В первый раз мы говорили в целом о ситуации, в второй раз мы говорили об аналитике, и сегодня мы постараемся обсудить, каким результатом это может привести, возможно, к изменениям не только в каких-то экономических и политических аспектах, но, может быть, даже в самой ценностной основе нашей жизни. Сегодня со мной Андрей Олегович Буумейстер. Добрый вечер. Да, один из ведущих философов Украины. И Владимир Крамник, чемпион мира по шахматам. Добрый вечер тоже, да. Математический ух. А также сегодня еще Юля с нами. Юля у нас в роли модератора. Она сейчас с нами, потом она исчезнет и будет появляться уже чуть попозже, когда мы вас будем добавлять в эфир, потому что мы сегодня не только живьем будем с вами общаться вот в этом формате, мы еще во второй части передачи, во второй половине нашего эфира, минут через 45, может, 50, выложим ссылку в комментарии, по которой вы сможете добавиться в Zoom. Вы там будете все находиться в одном списке в прихожей, и мы случайным образом будем выдергивать оттуда по одному человеку. Поэтому просьба тем, кто будет смотреть, если вы заходите, то чтобы у вас был микрофон и камера, иначе с вами будет сложно отвечать. И вопросы. Нет, конечно, если вы просто хотите зайти и благодарить, это здорово, но благодарить можно и в комментариях. А вот все-таки, чтобы какой-то вопрос у вас был, который мы обсудим, и, может быть, даже вы не просто его зададите, сразу исчезните, а продолжим дискуссию с вами, в зависимости от того, кто будет вопрос. Ну что ж, приступаем. Что мы имеем сегодня на вторник? Сегодня ко вторнику, я думаю, не ошибусь и скажу, что все теории заговора в связи с пандемией, они уже у нас автоматически отпадают. Мы видим, что, как бы ни считали, это однозначно большая проблема. Вот сегодня Борис Джонсон в больницу попал, хотя вот недавно читал, говорят, что его вывели уже из-под аппарата ИВЛ, и с ним уже он пошел вроде как востабилизировалось состояние, но здесь ничего не ясно. А это значит, что скоро и центральная, и восточная Европа подойдут к пику, затем и Россия, и дальше те страны, которые были задеты не так давно, и Украина. И это значит, что в скором времени этим странам придется столкнуться с очень серьезным кризисом, который пережили уже Италия, Испания, и сейчас переживает Соединенные Штаты Америки. Первый, давайте, чтобы перейти постепенно к ценностям, к Андрею Олеговичу вопрос. Вы выкладывали у себя на страничке обращение английской королевы. Да. Как вы думаете, это такой прям пример того, как должен лидер обращаться к нации? Нет, дело в том, что лидер — это слово многозначное. Есть политики, есть ведущие бизнесмены. А обращение английской королевы — это особое обращение, потому что там соединена история. Но что меня особо поразило в этом обращении, это то, что она ставит нынешний момент в историческую плоскость, плоскость традиций, нравов британцев. Она приводит фотографию 40-го года, когда сестра общается с англичанами. Когда ты это понимаешь, ты начинаешь по-другому относиться к настоящему. Ты понимаешь, что нужно, во-первых, внимательно наблюдать, что происходит, и понимать, что это завтра станет историей. И потребует своего осмысления уже сейчас. И мне особо ценно было ее такое обращение, ее мысль, потому что она нашла очень точное и сердечное, в то же время очень твердое слово. Мне кажется, что этого не хватает многим политикам, которые говорят о проблеме. Как, Владимир, вы считаете, сейчас вот на вторник, что изменилось по сравнению с тем, что мы с вами обсуждали неделю назад практически записями было? Вы знаете, я достаточно так оптимистично смотрю. Мне кажется, позитивные изменения все-таки есть в связи с Испанией, Италией, что такое впечатление, что все-таки начинает понемножку идти на спад. Ну или, по крайней мере, затормозился рост, по цифрам, да, и это может быть обнадеживающе, потому что говорит о том, что, скорее всего, все-таки весь процесс от вспышки до пика и начала спада, может быть, все-таки занимает какое-то разумное количество времени, может быть, месяц-два, ну-три, но это не будет, знаете, полгода. Такое у меня пока впечатление. Ну а так, в принципе, все идет по относительно такому сценарию, который описывали специалисты пока. В связи с этим вопросом мы сегодня собрались поговорить о том, какая революция должна произойти в сознании отдельного человека и масс людей. И здесь, я думаю, нам лучше, чем Андрей Олегович к этому вопросу, наверное, никто не подойдет и никто не составит той картинки многофакторной, с которой мы, с теми изменениями, с которыми мы столкнемся в ближайшее время. Андрей Олегович, как изменится общество и на каких уровнях, как вам кажется? Я могу только сказать, вначале уточнить. Я попытаюсь поделиться наблюдением. Я здесь выступаю человек, который наблюдает в первую очередь и наблюдает с большим вниманием. Я сейчас в ряду тех моих коллег по миру философов, которые также пытаются это осмыслить. Например, недавно были статьи очень интересные в Le Monde. Это статья Натальи Эник. Она социолог, философ, исследует социологию искусства. Вообще социолог французский известный. И в Ле Фигаро в приложении Vox, очень интересная статья Матью, Vox, Коте, также он рассуждает о ценностных изменениях. Поэтому, когда мы с вами планировали неделю назад об этом говорить, еще не было подобных попыток, и я хотел поделиться мыслями. Сейчас это уже определенная тенденция попытаться разобраться во всем этом. Я бы обозначил несколько таких важных пунктов и предлагаю их для дискуссии. Вначале в нашем кругу, на троих, а потом уже и с нашими зрителями. Я начну с базиса и буду проходить по главным пунктам. Первый, мне кажется, окончательно рухнул миф, придуманный в 17-18 веке. Это миф о том, что индивид, его интересы, его ценности — это главное в политической системе. Это такой миф либерального индивида, интересы которого прежде всего. И все существует для его интересов и потребностей. Это была такая фикция, придуманная в 17 веке, и мы видим, что подобные события опровергают эту фикцию. Мы видим, что на первый план выходит как раз республиканская идея общего блага. Наши интересы, наши цели ограничиваются. А наши предпочтения ограничиваются во имя общего блага того, что можно назвать республиканской идеей. И, естественно, возникают вопросы, как определять это общее благо, как его регулировать, и какие конкретно шаги принимать, чтобы выстроить на уровне политическом, социальном, экономическом эту новую систему. Если бы немножко рисковать, я бы сказал так. Мы движемся в сторону новой республиканской идеи. В связи с этим возникает очень много вопросов к новой этике. Потому что то, что я сейчас читаю, например, публикации, связанные с Биллом Гейсом, например, по поводу массовой вакцинации и по поводу обнаружения нашего состояния здоровья и так далее, нам кажется, сейчас это естественно, мне кажется, это большая угроза приватности нашей. Большая угроза того, что принудительное тестирование, лечение, принудительные изоляции могут стать очень опасным фактором контроля над людьми. Можем себе представить эту систему тестов, систему перепроверок, когда наш мир, который должен быть отчасти скрыт от общества, становится абсолютно прозрачным. И с точки зрения здоровья, и с точки зрения психологического здоровья. И понятно, что здесь мы не можем быть полностью открытыми. Наш мир должен быть все-таки приватным, скрытым, и у нас должны быть определенные права. Вот здесь баланс между приватностью и республиканской идеей общего блага. А третья ценность, которую я хотел бы вынести на обсуждение, это уже более четкое обнаружение рыночного мышления, о котором я говорю. Мы сейчас увидели, что ситуация будет менять приоритеты. Я бы назвал эту тройку приоритетов — это медицина, образование и безопасность. И мы понимаем, что эти вещи должны выходить на первый план — образование, медицина, безопасность. И тот индивид, который поощрялся в последние десятилетия, индивид праздный, индивид, который готов развлекаться, индивид, который готов тратить большие деньги на развлечения, мне кажется, что этот индивид также должен понести определенный ущерб. И на первый план выйдут совершенно другие ценности и приоритеты. А сообщество и мировое, и национальное, мне кажется, должно развиваться в сторону большей ценности вещей, связанных с культурой, образованием, здоровьем, досугом. Это все поменяет и характер туризма, и характер социальных отношений. Это третий очень важный момент. Я бы назвал его этикой бизнеса, этикой досуга. Это очень важные революционные изменения. Ну и, наконец, место бизнеса в этой системе. Потому что, мне кажется, бизнес должен переориентироваться на то, чтобы... Я приведу маленький пример с Украиной, например, или с ближними странами. Мне кажется, задача бизнеса — обращать большее внимание на этот треугольник, о котором я сказал. Представим себе, я введу конкретный пример. Посмотрите, какое жалкое состояние Академии наук. Такое жалкое состояние мединститутов, университетов. И мы видим, что вакуум или дефицит интеллектуальных ресурсов в такой стране, как Украина или Беларусь и даже России, дефицит интеллектуальных ресурсов очень опасен, потому что вот те французские авторы, о которых я говорил, пишут о кризисе глобализма. Я бы назвал это кризисом глобализации-2. Первый кризис возник с 2001-2003 годов. Это глобализм под эгидой Соединенных Штатов. А сегодня кризис глобализма как понимание общей системы взаимопомощи. Поскольку центр и периферия, которые в обществе все более отдалялись друг от друга, сказываются на том, как мы реагируем на пандемию. Мы видим, что на такие участки, на такие региональные системы, как украинская, или, не знаю, какие-то африканские страны или ближневосточные, накладываются те же требования, что и на богатые страны. Я сейчас закончу, я просто хочу описать этот момент. А это обострение несправедливости мировой, поскольку различия между периферией и центрами громадны. И если Европа и Соединенные Штаты могут выделять на то, чтобы сохранять рабочие места, на то, чтобы временно выплачивать зарплаты, на то, чтобы гасить вот эти вот пожары в бизнесе и вообще в открытой структуре, такие страны, как Украина, не могут этого сделать. Такие страны, как Беларусь, даже такие страны, как Болгария. И в этом смысле, завершаю, необходимо, чтобы развивалась локальная или местная культура. И я завершу конкретным примером, как это я вижу. Например, представители бизнеса украинского или белорусского, или еще какого-то. Очень важно, чтобы они создавали попечительские советы при академиях наук, университетах, медицинских институтах. И чтобы с первых курсов они отмечали особо талантливых студенток и студентов и вели их постепенно, шаг за шагом, по их учебе, организовывая их стажировки, поддерживая их талантливые, скажем, начинания, поддерживая их на всех стадиях их продвижения. И постепенно вводили их совершенно на других зарплатах, совершенно на других условиях, в мир образования, медицины, взрослые. Это я показываю как пример социальной солидарности. Мы не можем сейчас рассчитывать на глобальные силы. Такие страны, как Украина, не могут справиться с этим, поскольку мы периферия. И вот такие ситуации, как в Украине, показывают как раз то, что здесь трещины глобального мира проходят по таким пространствам, как наше. Мы должны быть самодостаточны в ресурсном плане, в интеллектуальном плане, в научном плане. И пандемия дает нам дополнительные шансы увидеть все в новом свете. Я бы сказал о регионализации, о том, что глобальный мир должен строиться на других основаниях, без центров и периферий. Правильно ли я услышал, Андрей Олегович, что сейчас можно сказать, что у нас отпадает система просветительская, та, которую просветители нам, я не скажу, навязывали, которые старались реализовать просветительские проекты. Мы возвращаемся, потому что по многим этим пунктам, что вы сказали, я вижу, что мы возвращаемся к средневековым моделям здесь. Средневековым в лучшем смысле. И, может быть, и поэтому именно так органично и хорошо смотрелось выступление королевы, которая призвала всех объединиться, что вот то, что вы предлагаете, это же, по сути, практически, это гильдии. Отказ от ориентирования на личность, как мерила, всего остального. Отказ от введения экономических моделей в политику, образование, медицину. Правильно ли я это уловил? Ну, я бы не сказал, что это возврат к средневековым моделям, потому что слово средневековый имеет иногда и негативное. Так как в прошлом смысле. Убед, кто не знает средневековье, да. Но я бы сказал это о новом средневековье, да, неком новом средневековье 21 века, когда мы с вами, сообщество локальных, региональных, очень сильных групп. Вот почему Германия такая прекрасная? Потому что в ней существовало очень много государственных образований, и поэтому в каждой небольшом регионе есть прекрасные замки, библиотеки, храмы, монастыри, художники, скульптуры, значит, картины. А в таких странах, например, как Украина или Россия, существовало несколько центров монопольных, да, и в основном абсолютно неразвитые периферии. Как ни странно, по этому, по этой схеме развивался весь мир. Не по схеме Украины и России, а по схеме, когда есть метрополия, когда есть большие столичные центры, да, и когда есть громадные периферии. Поэтому можно сказать не то, чтобы к средневековью тому, да, но я бы сказал, более усложненный мир, который связан с сетью многих нитей, но с акцентом на региональность, с акцентом на то, что никакой ученый мира не придет нам что-то рассказывать, никакие медики не должны к нам приехать, никакие академики не должны быть выписаны за большие деньги сюда, никакая аппаратура не должна покупаться где-то за три девять земель, чтобы привезти ее сюда. Вот этот треугольник, особенно образование и медицина, должны быть здесь, и на них нужно обращать особое внимание. И здесь столкновение с рыночным мышлением. Выгодно-невыгодно. До этого невыгодно было вкладывать в свое образование и в свою медицину. У нас ее сокращали постоянно. Она была лишней частью нашего проекта Украины. Но возвращаясь к первому пункту, если не человек — мера всех вещей, что должно стать мером всех вещей в новом мире? Я кратко сказал, это общее благо, которое и позволяет, республиканская идея, каждой личности взаимодействуя с каждой другой личностью. Вы должны учиться. Вот один из этих философов сказал интересную вещь, и вы в своем блоге интересно написали. Как учится ребенок? Ребенок учится таким образом, что его эмоции, его желания и его «я хочу» взрослый мир постепенно шлифует. И он понимает, что не все, что я хочу, не все, на что мои прихоти, куда распространяются, я имею право предъявлять миру. Взрослый мир — это мир определенного взаимодействия, и определенного ограничения. Я хочу, я желаю, нравится, не нравится и так далее. И мне кажется, что вот этот индивид мифический, о котором я сказал, он создавался без уточнения. Нельзя, чтобы прихоти, желания каждого индивида были главными. Нам нужно учиться соизмерять свои «я хочу», подчиняя их общему благу, тому, что хотим мы как сообщество. Это не тоталитаризм, это не флоритаризм. Это возможность раскрыться каждому из нас во взаимодействии. Но общее благо, чем оно должно быть обеспечено? Идея общего блага. Вам кажется, возможно создать идею общего блага без какой-то религиозной идеи Бога? Будь то философский Бог. Это возможно. Я как религиозный человек, конечно, мыслю здесь и с представлениями, с идеей Бога, с живым Богом. Но почему нет? Как раз очень хорошо вкладывается этот атеистический проект. Личность сама не самодостаточна. Индивид не самодостаточен. Чтобы раскрыться, он должен учиться у других, помогать другим, взаимодействовать с другими. Только тогда мы можем стать полноправными, глубокими личностями, если мы учимся взаимодействовать. А если мы ограждаем себя от других и на первый план ставим свои потребности, и эти потребности, подчеркиваю, разжигает рынок, эти потребности становятся ресурсом безудержного потребления, это хотя и создает иллюзию контроля и развития производства, но потом пагубно оборачиваются вот такими ситуациями, когда этот индивид вдруг начинает метаться в четырех стенах и говорить, я хочу, мне хочется, как же так? Я привык развлекаться, я привык потакать своим прихотям, а теперь меня пытаются ограничивать. Поэтому я бы так это сформулировал. Изменение понятия роли индивида, условия его раскрытия, республиканский проект общего блага, этика рынка, этика медицины, новый социальный порядок. Ну и то, что мы говорили недавно с Евгением, возврат к тому, что великие вопросы жизни, смерти, переживаний, состраданий приходят к нам в публичную сферу. Западное общество боялось этой идеи и маргинализировало идею смерти, страданий, переживаний. А это часть нашей жизни, мы должны это понимать. Чтобы быть глубокими личностями, мы должны включать в себя и эту часть реальности. Потому что вчера казалось, этой реальности нет. Хорошо, Владимир, может, у вас есть какие-то замечания по этому поводу? Ох, много мыслей, замечаний с чем-то. Ну, скажем, я так глобально возьму. В принципе, это все, большинство я согласен и правильно, но дело в том, что насколько это реализуемо. Мне кажется, что, как я вижу эту ситуацию, может быть, немножко абстрактно это будет звучать, но мир как-то был вот, кажется, уже доходил в последние годы до некой точки взрыва, какого-то точки кипения уже. И сейчас триггером явился вот этот вирус, когда, мне кажется, что он явился триггером для того, чтобы начались эти преобразования. То есть я почему-то внутренне уверен, что мир станет другим в течение ближайших, там, пары лет. Ну, пяти максимум. Но вообще он уже стал другим. И мне кажется, что каким он станет, на самом деле я не могу сказать точно. То есть я не знаю. То есть это то, что, говорит Андрей, конечно, было бы здорово, если было так. Но уверенности в этом нет. То есть это динамический процесс. И куда он качнется, то есть я единственное, в чем уверен, что он уже не будет таким, каким он был. То есть какая-то пошла вот фаза определения, в какую сторону это все пойдет. Хорошо. Если мы не будем говорить о том, каким он будет, не будем фантазировать. Но скажите, как вы считаете, какие изменения должно сделать? Прямо должно. Ну вот я считаю, самое главное, для того, чтобы он пошел туда, куда хотим мы, а не бизнес или политика, все-таки нужно, мне кажется, намного более жестко начинать говорить с политикой. То есть надо начинать реально отстаивать свои права. Потому что пока все это немножко так, знаете, я не имею в виду людям, населению. То есть надо начинать быть активней, активней, продумывать. И в этой, потому что мне все-таки, у меня нет иллюзии в том, что у бизнес-элиты и у политиков другой взгляд на то, какой должен быть мир, чем у электората. И вот на самом деле, мне кажется, кто в этой, если хотите схватки, как ни странно, победит, вот таким мир и будет. Потому что у меня нет сомнений, что, скажем, у бизнес-политики совсем другой взгляд, чем у Андрея на эту тему. И я очень сомневаюсь, что они сами, без принуждения, начнут вот эти все изменения притворять в жизнь. То есть мне кажется, очень сейчас важна вот эта активность людей, что вот за это время, вот этот шок, который был, который произошел, и некое переосмысление, много вещей, что он заставит людей, что называется, очень четко, очень четкую позицию изложить и в некоторой степени просто потребовать. вот этих изменений. Потому что иначе, я считаю, иначе они не произойдут. Как бы это ни было хорошо и правильно, я не верю в то, что вдруг альтруизм проснется у магнатов или каких-то компаний, они начнут вдруг, перестанут заботиться так сильно о своей выгоде и начнут, не знаю, в образование вкладываться миллиардами. Я очень сомневаюсь. Мы должны это, это у них твердо потребовать. Я так считаю. В связи с этим, Кондай Олегович, вопрос. Как вы считаете, каковы механизмы реализации того, о чем мы говорили? Должны быть через образование, через принуждение, как это должно выглядеть? Изменения. Я сейчас не говорил о механизмах реализации. Я подчеркиваю, что я рассматриваю возможные схемы изменений. и я вижу, что если бизнес, политика будет себя вести так же, то при повторе подобных вещей трудно будет объяснить гражданам, почему у нас плохие больницы, почему не хватает койко-мест, почему у нас отсталая аппаратура, почему у нас очень ограниченное количество специалистов в сферах, которые необходимы для культурной страны. Это будет очень трудно объяснить. И до пандемии этих проблем не было видно. Ну, например, Украина жила до того, как возник конфликт на Востоке и до того, как у нас аннексировали Крым, казалось, что и армия не нужна. Ну, мы живем в мире... Сейчас Европа так думала до последнего времени, что в принципе вот это такой тихий сон, где мы все торгуем, где мы все развиваемся, где благополучное общество. Случился первый сбой. Назовем его 2014 год. 2020 год — это второй сигнал, когда мы уже не можем, например, в таких странах, не только Украину, но в Испании, в Италии, в других странах Европы, жить в привычном режиме, постепенно переводить медицину и образование на рельсы рыночного мира и рыночного мышления, и думать только вот в эту сторону. Мой тезис очень простой. Ситуация меняется, и мы видим, что медицина и образование — это не просто виньетка, это не просто вишенка на торте, это не просто ненужное украшение общества, как в Украине казалось, 90-е нулевые. Мы, если что, купим, если нужно, вылечимся за рубежом, если нужно какой-то аппарат, выпишем его из-за границы, из Германии или из Китая. Оказалось, что регион должен быть самодостаточным для того, что у нас должно быть всё — от основания до мозга, до людей, которые понимают, что происходит, могут прогнозировать, которые представляют собой какие-то силы. Потому что, когда говорят нам троим, вот вы там не эксперты, что вы там рассуждаете и так далее, я рассуждаю как философ, а не как медик, но я просто вижу, что наше пространство набито экспертами, политологами, но представителей Академии наук, ну, скажем, людей, связанных с фирусологией, крайне мало, если они вообще выступают в публичной сфере или что-то пишут. Я слежу за этим, но это единичный случай. Мы видим вакуум культурного уровня. Пока мы гонялись за памятниками, пока мы делали разные, не знаю, силовые какие-то вещи внутри страны, пока мы занимались мифологией, скажу так, пока мы занимались мифологией, мы потеряли реальность. Я согласен с Владимиром, что граждане должны быть активны, но, к сожалению, центры силы в руках тех людей, которые Владимир назвал. И поэтому ситуация с вирусом и с развитием событий показывает, что кроме них есть еще какие-то могущественные силы, они могут вмешаться. И когда силовые центры располагают, когда они ограничивают деньги на медицину, на образование, когда они отодвигают Украину, скажем, на маргинальный уровень и другие страны, скажем, Южной Америки, Африки, такие ситуации показывают, что теперь а что делать? Мы не можем от них отвернуться, но они не самодостаточны. Мы должны спасать и их, и себя. Поэтому я и говорю о той, назовем так, глобальном проекте 3, о новой инфраструктуре мировой, о новой логистике, которая связывает нас другими узами, не узами богатых центров и бедной периферии, а узами взаимной солидарности, когда мы можем обеспечивать региональное развитие, это станет программой человечества, программой глобального мира. Если политики не будут использовать эти, скажем, свои шансы, то будет таять их легитимность. Ну, я единственное хочу добавить, что, на мой взгляд, все-таки то, что центры силы в их руках, я соглашусь, но на самом деле мы же сами их отдали. В принципе, мы их стабильно, стабильно отдаем все больше и больше. Именно пассивность, именно нетребовательность к политикам. А вот если проанализируете поведение, скажем, политиков в последние годы, но оно уже совсем стало уже таким, ну, я не знаю, извините, так может быть слишком жесткое слово, безответственным. То есть, практически, вот, тенденцию, которую я вижу в последнее время, это то, что идет, ну, вранье, которое доказывается очень быстро, но ничего не происходит. Потом меняются позиции у очень крупных политиков, через неделю, абсолютно диаметрально противоположно, опять ничего не происходит. Вы понимаете, то есть, поэтому я вот и ратую за то, чтобы, так сказать, привлечь к ответственности, ну, политической, конечно, вот, в этой ситуации, даже не потому, что они неправы, а для того, чтобы все-таки они начали чувствовать тресс, чувствовать тресс, потому что у меня возникает ощущение, что и элиты финансовые, и элиты политические сейчас полной уверенности в том, что они всегда смогут перевернуть ситуацию в свою пользу, то есть, что они ведут людей, да, что они контролируют ситуацию, ну, какой-то через там газеты что-то произойдет, и так или иначе поменяют мнение народа. И вот, мне кажется, что если не это будет и дальше происходить, то, к сожалению, мы не получим этот хороший новый мир, по крайней мере, позитивное изменение в мире, то есть, мне кажется, что это такой краеугольный камень, то есть, чтобы, наконец, почувствовали, в общем-то, ответственность, почувствовали то, что не пройдет больше, не пройдет ложь, то есть, доказанная, да, не пройдут глупости, там, которые некоторые писали из политиков, что это все ерунда, потом писали, как все плохо, да, и почему-то эти люди остаются на постах и говорят, но это же не должно быть, какого же не было раньше, значит, мы это сами отчасти допустили, то есть, я никого не верю, просто думаю об этом, да, я бы прокомментировал, интересная мысль поскользнула, я бы сказал, что если раньше, в 20 веке, было две силы, а именно граждане и центры силы, политики, корпорации, то сейчас вмешивается третья сила, она молчала на протяжении последних столетий, это природа, экосистема и биология, оказалось, что это тоже игрок политический, культурный и социальный, на первый план выходит новая стихия и новая сила, и они предъявляют и политикам, и гражданам свои требования, и если раньше при спокойной ситуации можно было имитировать политический театр, давать гражданам какой-то минимум и делать как бы свою политику в кавычках, то когда этот третий игрок появляется, мы видим, что уже игнорировать какие-то вещи нельзя, отсутствие ресурсов, неравномерное распределение богатств, неравномерное распределение центров, знаний, промышленности, технологий, это сказывается сейчас, сложнее это принять на уровне справедливости, чем 3, 4, 5 лет назад. Поэтому я бы сказал о третьем игроке, и мне кажется, что он будет все более и более проявлять, заявлять свои права и испытывать не только политиков, но и граждан на прочность, на то, как они могут взаимодействовать, как они могут распоряжаться ресурсами и какие приоритеты они могут выбрать в своем развитии. Коллеги, у меня вопрос один, прежде чем мы перейдем к вопросам зрителей. Не видите ли вы противоречия здесь в двух пунктах? Первый пункт, мы говорим, что государство должно сплотиться, и они сплотятся, и они ощутят себя снова государствами, они снова, возможно, укрепят свои границы, поймут границы идентичности. С другой стороны, мы говорим о том, что должна быть создана какая-то надгосударственная глобальная логистика. Нет ли опасности, что сейчас государства, сплотившись, ощутив себя снова национальными государствами, они станут более закрытыми от остального мира, займутся внутренними делами, и здесь на обочине окажутся многие те государства, развивающиеся, которым до этого поступала солидная поддержка от этих государств, они тянули до себя. Есть ли такая опасность, как вы считаете? Это комплексный вопрос, тут очень много подвопросов. Я не вижу здесь противоречия. Я скажу двумя тезисами. Первое. Глобальный мир последние 30 лет выстраивался на основании определенных принципов. Это принципы, связанные с рыночным мышлением, распределением власти и богатства. Я говорю о другом глобальном мире. Когда мы, развивая региональную систему, создаем на всеобщем, всечеловеческом уровне не глобальную систему распределения богатств, а ту систему, о которой я говорил. А какие элиты это будут создавать? Как мы их выберем? Наднациональные элиты. Кто это будет? Наднациональные элиты? Это большая роль... Я думаю, вообще... Давайте так. Скажу вот в лоб. Мы увлеклись вот как большую роль в Соединенных Штатах. Играли актеры Голливуда и спортсмены, которые получали миллионы и миллиарды, для того, чтобы массы потребляли зрелище. Точно так же слишком много внимания и интереса к политикам после 1945 года. А в Украине особенно, и в России в том числе, да и в странах Европы, политик — это некое продолжение звезд Голливуда и спорта. Вот эти три сферы. Развлечение, спорт, киноиндустрия и индустрия политики. Высшая степень этих отделений — это политика. Отсюда в политику. Конечно. Но на самом деле вопрос в лоб. А что, так политики много, от них так много зависит? Не является ли это просто неким фасадом? Вот сейчас интересный польский пример будут президента Польши избирать по почте, если я не ошибаюсь. Это хороший прецедент для будущих политических компаний. Не нужно этих театров, не нужно этих пиар-компаний, не нужно этих высоколобых, в кавычках, политологов, которые промывают всем какие-то вот каналы, чтобы они склонялись к тому или иному. Это должна быть бюрократическая простая работа. Нам вывесили программы политиков, мы их почитали, и мы проголосовали, имейл написали за Петренко. Все. Слишком много внимания, ресурсов и сил уделялось а, борьбе за политический олимп, слишком много в мире внимания к политикам, их роли, в то время, как есть гораздо больше групп людей, которые принимают решения и которые больше влияют на реальность. Это эксперты, это ученые, это инженеры, это социальные работники, это учителя, это медики, это люди, которые реально создают и изменяют мир. А у нас представление в публичном пространстве, что речь идет о спортсменах, звездах Голливуда и политиках. Это иллюзорный мир, который мы должны понимать, что на самом деле это не реальность. политиках. Да, это очень важно, очень важно, я тут полностью согласен, Андрей, с вами, потому что это, мне кажется, важнейший вопрос для того, чтобы сдвинуть вот эту парадигму, которая сейчас есть, это начинать, перестать испытывать этот пиетет к политику, как некому, знаете, вершителю, судеб мира. Вообще-то, я вижу, политика, это просто менеджер, это менеджер, скажем, у вас, например, деньги под управлением, скажем, у какого-то финансового менеджера, вам, по идее, не должно быть, должно быть совершенно все равно, как он выглядит, что он делает там в своей личной жизни, то есть, единственный критерий, он как бы хорошо занимается вашего человека или нет. В принципе, политик, это, это слуга людей, ну, по логике, по идее, и, да, у него там, он часто на экране обихает, но это не означает, что он, что он какой-то вот бог, и это повелитель мира, это просто менеджер, который должен хорошо делать свою работу. Если он делает нехорошо, что-то не получилось, ну, его уволили, взяли другого менеджера, то есть, и смотрим, как он будет делать свою работу. Все. В принципе, других, то есть, вот эта сакральность этой политической жизни, которую, безусловно, политики сами поддерживают, это, естественно, да, важность, вот эту, как бы, знаете, вот какие-то, вот такое созвездия, там, Трамп, не Трамп, вот они, вот они какие-то, вершители судеб. Но это фикс, это, в принципе, иллюзия, потому что вершители судеб, это люди, и, например, какие-нибудь ученые, сейчас работающие в лабораториях, которых вы не знаете, там, разрабатывающие новые медикаменты, разрабатывающие, там, какие-то технологические прорывы, ну, честное слово, они намного важнее для эволюции человеческой, чем политики, и поэтому, вот мне кажется, как только этот сдвиг произойдет, к тому, что вот этого некого комплекса неполноценности своего людей, то есть и комплекса, вот, какого-то, так сказать, обожествления политиков, потому что они часто на экране, и они умные речи говорят, да, то есть с умным видом, но они, им надо относиться, как некое, вот, им неплохо от того, что они являются политиками, им это нравится, да, иначе бы не стали бы этим заниматься, но это должно и нам нравиться, и мы равные, в принципе, изначально мы, как бы, люди все равные, и вот, мне кажется, как только произойдет, вот, это, скажем так, переоценка этой ценности, мы начнем более активно, так сказать, влиять на политику тем, что мы просто будем позволять себе не соглашаться, или, так сказать, требовать какой-то ответственности от них, потому что так, ну, вот я вижу, что происходит, да, например, извиняюсь, сейчас закончу, вот, вот, как примеры, вот сейчас с Макроном, с Джонсоном, я без оценок, да, и в действии не знаю, но пример в чем, падает их рейтинг, там, не знаю, недовольные люди, потом следует выступление, что вот, там, мы нация, мы там, какие-то громкие слова, тут же резко скачет рейтинг, да, то есть, как будто, вот он вышел на Олимп, он сказал какие-то базовые слова, которые, в принципе, может сказать любой, другой образованный человек, ничего толком такого не сказал, и резко, то есть, мне кажется, это говорит о неком таком обожествлении человек, вот, наконец, он с нами поговорил, такое счастье, что он обратился к нации, и он нам сказал, что все будет хорошо, все отлично, но это, это вы знаете, это немножко такое, мне кажется, странное, то есть, ну, мало ли, что он сказал, да, обратился, ну, хорошо, это не должно влиять, должно влиять результат, то есть, вот этот момент, я полностью согласен, это очень важный момент, это, перестать играть в эту игру, одерживать эту иллюзию, которую пытаются создать в политике всего мира по своей важности, и том, что они главные, кто решает вообще эволюцию человечества, я абсолютно уверен, что это не так. Это действительно такой вопрос, очень важный, и это один из, одно из противоречий таких, что нам нужно, эффективная политика или сильная личность, да, они часто не уживаются вместе, давайте мы, теперь предлагаю сломать еще одну стильную, и начать подключать наших зрителей к нашей дискуссии, Юля, о, привет, возникла, первый зритель, сейчас я вам расскажу, что у нас будет проходить, как это будет происходить, сейчас я кину в чат ссылку на нашу Zoom конференцию, вы по ней заходите, и вы попадаете к нам в прихожую нашей Zoom конференции, из которых, из которой вас Юля будет пропускать уже к нам сюда в эфир. Вы тут видите у нас, кстати, некоторую внутреннюю кухню нашего, этого разговора, поскольку у нас здесь не телестудия, вот недавно имели удовольствие читать сообщения от моей жены, большой привет, кстати, на экране, что я думаю делает нашу дискуссию только живее. Так вот, я сейчас кину еще раз ссылку в наш чат, вот сейчас скопирую, на YouTube. Приглашу вас прямо вот всех, я не знаю, сколько у нас, у нас здесь 100 человек максимум, поэтому сколько войдет, столько войдет. Хотел бы вас попросить, только единственное, если вы заходите, заходите, пожалуйста, если у вас есть камера и микрофон, потому что мы хотим вас видеть и слышать, и, пожалуйста, не обижайтесь, если вы не попадете в эфир, потому что мы не можем сюда всех пустить, вы же сами понимаете, а Юля, она будет случайным образом людей запускать. Пока вы сейчас собираетесь, Юля нам зачитает пару-тройку вопросов, которые мы обсудим. У нас есть пять минут на ваше собрание здесь, и будем ждать, пока вы подойдете. Так, сейчас кидаю. Пока Владимир бросает ссылку, давайте мы договоримся, что вы заходите к нам в гостиную с четко сформулированным вопросом, который вы готовы задать. для того, чтобы у нас получилась продуктивная дискуссия, сформулируйте вопрос. Я вижу, уже заходят люди, есть месседж, я вам нажму кнопочку, напишите, что вы готовы сформулировали, и мы будем вас запускать. Пока люди заходят к нам в гостиную, я задам несколько вопросов, очень много интересных, кратких, лаконичных, но все же интересных вопросов. Если у нас есть пять минут, то я самые тогда острые задам. Да, три-четыре минуты у нас точно. Ольга спрашивает, возможно ли появление массовой социопатии, в том числе как культурного явления, после такого заключения? Какова опасность игры в био-врага? Соответственно, это такой интересный вопрос на уровень выше, чем то, что мы обсуждаем до этого момента. Совершенно из другой параллельной реальности. Олег, а социопатию что конкретно имеется в виду? То, что люди как бы перестанут возникнуть какой-то негатив к социуму как явлению? Я понимаю, в чем ретис идет, я поэтому возьму со смелость ответить, как я это вижу. Я считаю, здесь мы должны обратиться к истории и даже чума, которая шла многие десятки лет в Европе, она в конце концов всех не развела по углам, а из совсем недавних примеров это, конечно, испанка, когда тоже люди перестали здороваться за руку, носили маски, не подходили друг к другу, ну и что мы видим? Снова стали собираться потом. Человек существо политическое. Я добавлю, это как раз Юля сказала, что это немножко из другой сферы, но я кратко об этом говорил. я считаю опасным лишать приватности мир нашего здоровья. Я считаю крайне опасным обнажать и принуждать человека к определенным ходам, от тестирования до лечения. Социопатия это как раз следствие будет того, что возникнут чужие, враги, опасные группы, потому что у каждого из нас есть какие-то отклонения, у каждого из нас есть какие-то вирусы, каждый из нас носитель каких-то патологий. И если мы будем прозрачны, это будет банк наших как бы недостатков, то это неминуемо приведет к отчуждению и к вражде. И вот эти вещи, которые сейчас в Дании, которые озвучивает Билл Гейтс, они крайне опасны, потому что это прямой путь к тоталитаризму, к отчуждению и страху друг перед другом. Ну, не говоря уже о том, что с развитием современной технологии в общем-таки появляются возможности, что абсолютно, скажем так, невозможно быть уверенным в том, что эта вся информация не будет использована в каких-то целях и непонятно кем. Поэтому я считаю, что это одна из, кстати, очень серьезных опасностей будущего. Вот если такие попытки будут проводиться, какой-то насильной вакцинации, эксперименты по внедрению чипов сейчас вовсю начинают происходить. То есть я считаю, что этому обществу люди должны дать очень жесткий вопрос. Давайте на эти вопросы постараемся кратко отвечать хорошо по возможности предложениям, потому что нас уже сейчас 17 человек ждут в комнате. Давайте еще один вопрос и тогда перейдем. вопрос еще не будут ли после нашего заточения люди боятся детей и не начнут ли презирать стариков, поскольку они попали в групповые категории наиболее людей, которые могут переносить этот вирус наиболее тяжело. Мой краткий ответ такой. Как раз это наша ответственность не дать почувствовать людям зрелого возраста их вторичность и их уязвимость. Потому что вот то, что мы схемами мышления постоянно промывается и вращается, вращается, мы невидимо, даже неосознанно начинаем отделять возрастные группы и встраивать их в хирургическом порядке. Я считаю, что это наша ответственность. Мне кажется, одну секундочку просто быстро отвечу, что на мой взгляд на самом деле очень интересно. Я думаю, что может быть очень позитивная перезагрузка социума после вот этого двух-трех месяцев сколько будет на карантине. Скажем так, мы опять выйдем, я все-таки надеюсь, что довольно скоро начнем общаться, начнем снова встречаться, не знаю, в кафе, в ресторанах. И я очень надеюсь на то и верю в то, что есть хороший шанс того, что мы перезагрузим свои отношения, вот эту некую иерархичность, классовость, что она начнет исчезать. Вот, мне так кажется. Я тем временем напоминаю, что у нас сейчас в чате YouTube есть ссылка, уже я периодически ее выкладываю, по которой можешь зайти на нашу Zoom-конференцию, вы попадете в зону ожидания, из которой вас Юля будет сюда к нам выводить. Вы уже готовы тоже, Юля, к нам кого-то? готова вывести. На самом деле это все вслепую, поэтому давайте попробуем сделать. Не забывайте в зоне ожидания полтора метра друг от друга. Да, да. Здравствуйте, Владимир Кириленко. Мы ждем от вас сформулированного вопроса. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Владимир. Владимир. Да, вам нужно только включить себя. Мы ждем ваш вопрос. Владимир, видимо, закрыл окошко и поэтому нас не слышит. Подождем, давайте еще. Давайте, пока я задам еще один вопрос. Будьте готовы к тому, что те, кто подключается к конференции, что вас могут вывести, поэтому вы сидите красивые перед камерой и ждите. Тем временем Роман задает вопрос. Кто сможет заставить человека отказаться от своих хотелок и подчиниться идее общего блага? Какие инструменты воздействия будут задействованы после того, что мы с вами пережили? Сейчас это сделал карантин. Он показывает, что мы можем это сделать. Для этого должны четко быть сформулированы общие для нас цели и интересы, как республиканского сообщества. Через воспитание, через общение, взаимодействие. Это постепенно перейдет к нашему сознанию. Дело в том, что 300 лет у нас поощряли вот эти индивидуалистические хочу. Я не говорю, что это авторитаризм. Просто мы разнузданные индивиды. Мы хотим зрелищ, развлечений и требуем от системы, чтобы эти хотелки поощрялись и дальше. У нас, кажется, Владимир подключился наконец-то. Владимир, Юля, включи, пожалуйста. Я пытаюсь это сделать. Есть звук, нет? Да. Владимир, слушаем вас. Вы что-то опять включились. Ау-у-у. О, все, теперь слышно. Прошу прощения, да. Владимир, здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Добрый вечер. Мне тоже приятно приступить к вам. Я аспирант философского факультета и сейчас пишу диссертацию. Мне очень близка тема, которая сегодня обсуждается. У меня такой вопрос к Андрею Олеговичу преимущественно. Добрый вечер. Добрый вечер. Пишу на тему совершенствования человека и сравниваю два подхода совершенствования человека по трансгуманистическому проекту. Это технологическая гегемония и естественная более. То есть это внутреннее совершенствование как раз на уровне личной этики, на уровне осознанности и ценностей, то, что сегодня обсуждали. Немножко завис звук. Да, да, да. Попытаюсь кратко ответить. Да, ваш вопрос. Попытаюсь кратко ответить. Понятно, что у нас очень мало времени, это интересная тема. Я бы ответил мифологически. Мы с вами цивилизация гномов. цивилизация, которая занимается добычей полезных ископаемых, денег, металлов и корысти. Мы можем стать цивилизацией эльфов, когда наши интересы, досуги, взаимодействия будут не только технологические, как в трансгуманизме, но и назовем это гуманитарными. Я бы поменял парадигму гномов на парадигму эльфов. Хорошо, давайте тогда следующий вопрос у нас. Спасибо большое, Владимир, что зашли. Спасибо. Юлия? Да, да. Я хочу пригласить Дмитрия к нам в чат, поскольку у нас есть небольшая задержка между видео, соответственно, я его пока... Ну, вот мы видим, что он присоединился. Да, он присоединился. И пока он присоединяется, я, наверное, задам еще один вопрос. хорошо. Александр спрашивает, третий игрок в лице коронавируса о проверках постмодернизма. Согласны ли вы с этим? Согласен. Я думаю, что он просто дал шанс построить что-то новое. Он не опроверг, не подтвердил, на мой взгляд, а просто показал, вскрыл какие-то проблемы и дал возможности обеим сторонам, кстати, между прочим. То есть, ужесточить контроль над людьми, там, не знаю, чипы вставлять, начинать, или же строить общество, которое мы все-таки хотим построить. А кто им воспользуется, зависит уже от нас. Я прокомментирую еще вот этот вопрос, он такой философский. Что значит опровергнуть постмодернизм? Если постмодернизм обозначать как тезис, согласно которому ценности плюристичны относительно, в принципе, все мы конструируем легко. У нас нет границ реальности, которые требуют от нас адекватных теорий. Мне кажется, Дмитрий тут появился. Дмитрий, вы нас слышите? Алло. Да, мы вас не видим почему-то, но мы вас слышим. Да. Алло, добрый день, то есть вечер уже. У меня вопрос к уважаемым экспертам. Скажите, пожалуйста, что в ближайшем будущем ожидает денежную систему и финансовую систему вообще. Потому что последние 200 лет мы живем в мире, где деньги постоянно обесцениваются. И когда случается какой-то кризис, они просто в геометрической прогрессии начинают обесцениваться. И может быть какая-то придумана новая концепция денег в ближайшее время. Спасибо. Разрешите, я начну отвечать на один пункт, а вы подхватите. Я скажу, что самое главное, что для меня и в целом по моим наблюдениям показало этот кризис, что электронные деньги, такие как биткоин, были сильно переоценены. Потому что вы видите, как только началось что-то серьезное, все забыли про биткоины, бросились искупать гринь и прочие вещи. И похоже, что мы излишне были самонадеянны, думая, что вот-вот электронные деньги такого вида заменят все остальные. это мое наблюдение. Я не соглашусь. Я как раз считаю, что скорее всего вопрос может быть долгого, но времени, когда они станут основной силой. Кстати, тот же биткоин очень крепко держится крепче всех валют. Когда-то возможно? Сейчас вот в момент кризиса. Ну, не сразу, да, не сразу, конечно, но в целом предсказать невозможно, что будет. Это же, если бы кто-то мог бы это предсказать, даже самые лучшие авторитеты мировые, они бы, наверное, уже обогатились, но даже специалисты финансов предсказать не могут. Я не вижу... Одним предложением. Мы сейчас были излишне самонадеянны биологически и медицински. Мы не знаем, что завтра не случится вспышки на солнце, когда нам отключат все оборудование на месяц, или, может быть, на месяц, а такое возможно. Такие вспышки бывают, которые вводят из строя всю электронику. Ну, форс-мажоры могут быть, конечно, да, да. Может быть, нам в свете этого нужно несколько переосмыслить свое отношение к самому прогрессу, может быть, даже. Ну, я думаю, что если говорить чисто на этот вопрос отвечать уж финансово, но мне кажется, все уже сходятся во мнении в том, что будет рецессия, безусловно, во большинстве стран мира, вообще мировая, и, скорее всего, рынки все-таки еще припадут, то есть мы не находимся на дне. Ну, у меня такое мнение тоже. А потом, что будет, я не знаю. Да, теперь если весь карантин умножить на то, что нам отключат интернет, а не дай бог еще и свет, представьте, что все окажутся в новом средневековье. Дивном мире. Дивном мире. Ничего, выживем от такого. Андрей Леонидович, вам по этому поводу есть что сказать или подключаем к следующему? Я бы сказал в трех словах. Долгое время человечество жило в системе, где деньги играли одну из ролей, а было много других факторов. Потом, с конца 19 века и весь 20 век мы прожили в эпоху, когда деньги сконцентрировали в основном фокус всей власти и всех интересов. Я очень надеюсь, что 21 век станет опять веком того, что деньги станут только частью интересов мира. мне кажется, будут появляться новые валюты, связанные с мышлением, добродетелями и ценностями, которые должны подвинуть деньги, не уничтожить их, не отбросить, а поставить их как один из факторов, а не единственный и самый основной. Потому что сейчас вот последние особенно 50 лет деньги играли экстраординарно важную роль в истории человечества. Блокчейн добродетелей, да, такой? Ну, я, кстати, согласен, согласен, одна из главных проблем сегодняшнего мира это, безусловно, переоцененность значения денег в жизни человека, безусловно. Давайте поключим. Юля задает вопрос. Скажите, пожалуйста, будет ли цениться социальный капитал тогда, если деньги отойдут на какую-то третью сторону? Мы сейчас как раз видим, что он очень ценится в данный момент. Он во все времена ценился, по-моему. Да, и советуемся. Я имею в виду как отдельная валюта. Вот у меня столько евро в банке, столько, я не знаю, чего-то еще, и вот у меня социальный капитал. Будет ли это количество подписчиков, просмотров, людей, которые заходят ко мне на страничку или те, которые знают меня в лично. Да, вот так. Я думаю, социальный капитал реальный, а не виртуальный, но очень важен. Как было в Древнем Риме. Такой-то построил, апий, построил такую-то дорогу, возвел такой-то храм, вылечил сколько-то человек. А не сколько лайков ты имеешь. Во времена, когда так быстро все меняется, я считаю, что социальный капитал он главный, потому что он конвертируется во все остальные капиталы, так или иначе. Даже если будет ядерная война, социальный капитал сможет быть конвертирован. Тихо ходок. Ну, как, не, ну, если люди останутся, то конвертировать можно. Окей, хорошо, мы пробуем пригласить к нам Лесю. Давай. Я ее приглашаю, а пока она настраивает звук, у нас есть несколько минут задать следующий вопрос. Можете ли вы тезисно в нескольких словах описать вашу оптимальную модель мира? Леся, мы вас, что видим уже в ваш потолок? Пока Леся настраивается. Оптимальная модель мира в нескольких словах. В принципе, мы ее... конечно, меньше, чем на час ответ не смогу уложить, поэтому лучше дам профессионалу, который умеет кратко и правильно излагать. Верно с вашей стороны. Оптимальная модель мира, когда ценность личности во главу угла будет ставиться, ценность сообщества, того, что я называю общим благом, не какие-то внешне формальные экономические интересы. Ценность личности это вот цивилизация эльфов, только нас как цивилизация эльфов. Это досуг, это общение, это медицина, образование, искусство, это культура общения, культура взаимопомощи. Вот это идеально модель мира. Где политики, звезды шоу-бизнеса играют третьестепенную роль. Похоже, Леся к нам подключиться не может или не смогла. Давайте поставим, подключим кого-то. Давайте, давайте мы именно так и сделаем. Тогда давайте я проявляю... Подключайтесь, пожалуйста, напоминаю, что если подключаетесь, будьте готовы к тому, что мы вас вызовем. Не так много людей, есть 20 человек, поэтому большой шанс, что вы попадете. Да, может, я буду приглашать кого-то в эфир задавать вопросы, за это время человек настроится, что именно его мы зовем. Давайте. Давайте так сделаем. давайте подготовьтесь, пожалуйста, Юрий Гнедаш, а я пока, я надеюсь, вы услышали, а я пока задам вопрос от Давида. Считаете ли вы, согласны ли вы с тем, что как случилось так, что если посмотреть, активничают только те государства или столицы, которые якобы считаются центром финансов, культуры, искусства и медицины? Активничать, я так понимаю, сейчас к ним прикован фокус внимания. Согласны вы или нет, очень интересное замечание, не знаю, насколько вы его оцените. Это то, что я говорил о центрах и периферии. Это очень важный вопрос. Нас, такие периферийные регионы, вынуждает глобальный мир действовать по лекалам и по стандартам развитых стран. Поэтому эксперты развитых стран, экономисты развитых стран, все они показывают нам, как действовать, не учитывая особенности региона. Это очень опасно, потому что нам очень трудно повторить опыт Германии, например. Вот представьте, если Германия задает всем алгоритм решения этой проблемы. Но у нас нет таких ресурсов, у нас нет таких возможностей. мне кажется, что это очень несправедливая система. Да, вот я вижу, вот у нас появился. Юрий включился, да. Здравствуйте, Юрий. Добрый день. Да, вас слышно. Здравствуйте. Вас слышно и видно, Юрий. Хорошо. Слушаем вас. Я должен уже задавать вопрос? Если он вас... Да, мы готовы. Да. Я слышу Андрея Олеговича. Мне тяжело задать вопрос. А вы на Ютубе просто на паузу нажмите, вы же в зуме сейчас. Секунду. Да, вот теперь должно быть хорошо, да. Слушаем вас. Да, все. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос ко всем присутствующим. Скажите, вы... Я просто живу в Краснодаре и до 2005 года жил в Донецке. Учился там физико-матемиологической в своей школе. Меня приучили преподаватели физики, которые потом эмигрировали в Израиль, что ничто не кроется в сложных вещах. Все кроется в простых моментах. У меня вопрос Владимиру Крамуку. Скажите, вы знаете, что такое цифра, что такое число? Класс. Ну, вы знаете, на каждый такой вопрос есть масса ответов в зависимости от вашего мировоззрения и от того, во что вы верите, да? Нет, нет, все гораздо проще. А? Число – это количественная характеристика какой-либо величины. Один ключ, два ключа, три ключа. А цифра – это значок, при помощи которого вы напишете на бумаге это число. Нет, ну, это... Я сейчас к чему? Я не для того, чтобы поставить вас в неловкое положение. Абсолютно правильно. Я имел в виду более философски, метафорически отвечать на это. Сейчас мы рассуждаем, сейчас мы рассуждаем о моментах, которые основные массы, мы не знаем, что происходит. У нас нет данных ни про коронавирус, ни что вообще происходит. Мы не можем пощупать, у нас нет своих спецслужб, мы ничего не знаем. В чем разница между театром и кино? В театре мы смотрим, а в кино нам показывают, ТВ нам показывают. И мы смотрим эту картинку. И, наверное, от нас ждут реакции. А что мы будем от этой реакции получать? Вот, там много-много ужаса, ужаса, ужаса. Или наоборот, другая картинка какая-то будет. Поэтому самое главное верить себе, насколько я понимаю. И, как правильно говорит Андрей Олегович, думать своей головой. Поэтому у меня вопрос такой. Как вы думаете, насколько адекватно, на мое мнение, у меня трое детей, и я понимаю, что каких детей мы воспитаем, такое будущее у нас будет. Насколько вы согласны с этим тезисом? Спасибо, Юрий. Я не знаю, первый, кто я отвечу. Ну, я согласен с этим тезисом. Конечно, это очень важно. Но, вы знаете, много зависит от того, каких детей мы воспитаем, это зависит от того, как мы сами себя сначала воспитаем, и общество. То есть, это же очень сильно зависит. А что касается смотрения телевизора и новостей, ну, конечно, нельзя их воспринимать буквально и верить каждой сноске. То есть, я, например, смотрю и пытаюсь сразу анализировать, как бы, да, пытаться какую-то картину, представлять, что на самом деле происходит. Ну, хотя бы примерно. Да, понятно, что масс-медиа все-таки уже мало у кого остается сомнения, что любые масс-медиа, они, в общем-то, уже не совсем те, которые были 50 лет назад. В этом, мне кажется, все сходятся, да. Да, здесь подхвачу к Юрию, я тоже человек, у которого есть дети. Я считаю, что как раз одно из переоценок, которое должно случиться, это переоценка ценности семьи и детей. Потому что мы сейчас в быстро развивающемся мире стали часто отказываться от продолжения рода для того, чтобы достичь личного успеха. Я считаю, что на фоне вот этих биологических проблем мы должны понять, что мы не вечные и нам нужно не только думать о себе, но и о нашем человеческом роде. а значит заводить. И я вот еще, да, вот как раз эту тему буквально... Это тоже не тот пункт, к которому мы должны экономически подходить. Это нужно даже в экономике. Одну фразу, просто свое мнение по поводу того, как бы, как воспитать детей так, как мы хотим. Вот я для себя считаю, что на самом деле пример, своим примером, это самое главное 8% успеха. Можно говорить то, что угодно, если человек, родители сами не следуют этому, то ничего не поможет и наоборот, и наоборот. То есть даже главное, на мой взгляд, вот мой аналитический, так сказать, он подсказывает, что самое главное это самому быть носителем тех ценностей, которые ты хочешь передать. Когда все получится. Я соглашусь, что лучший папа это лучший человек. Чем более хорошим человеком ты будешь, тем более хорошим папой ты будешь. Ну и соответствовать, соответствовать тому, что ты говоришь, то есть соответствовать, делать так, как ты учишь ребенка, вот это очень важно. Так, Юля, вы кого-то еще подключаете у нас? Да, я приглашаю к нам Влада Стуса, я думаю, Влад Стус, и пока он готовится со своим вопросом зайти к нам, у меня есть еще один вопрос от Романа Рудюка. Чи можлива децентрализация в умовах військовых конфликтів? Переведу, если нужно, возможно ли децентрализация в умовах в условиях военных конфликтов? Это есть тот вызов, о котором я сказал. Войны ведут большие централизованные системы, у которых интересы, помимо интересов каких-то групп и сообществ. Мне кажется, что децентрализация будет неизбежной тенденцией XXI века. Влад подключил и подобно нашим и на Ближнем Востоке, и на Востоке Украины. А это пережитки воровств. Влад, вас слышно уже. Здравствуйте. Слышно меня? Да, да. Во-первых, Владимир Борисович, я ваш большой фанат, очень рад попасть в вам на стрим. Да, у меня вопрос к Андрею Олеговичу. Вы говорили о том, что нас ждет новое средневековье, мы идем по пути самодостаточных государств, и тут я согласен, что реализация может быть очень сложной. и такой вопрос, не понадобится ли таким сильным самодостаточным государством эльфов, как вы называете, обычные сырьевые и продовольственные придатки, и не приведет ли это к новому колониализму? Спасибо за вопрос. Ну, это, знаете, на этот вопрос сложно ответить. Мне кажется, что уже нет, потому что колониальная система, я о ней сейчас много читаю, она строилась на других принципах. Колониальная система предполагала, что какие-то регионы и территории менее развиты. Колониализм совпал с тремя тенденциями. Первое, большая миграция. Второе, это распространение сильных государств европейских на территории Африки и Азии. И третье, вместе с российской теорией, расистской, расизмом. Поскольку, например, в немецких регионах, в британских регионах, как раз колониализм оправдывался тем, что какая-то раса выше другой или какой-то центр сильнее другого. Сегодня нельзя говорить о расизме, но все равно невидимо и непроговоренно предполагается, что какие-то системы передовые, показательные должны вести за собой. А я говорю о том, что хороший регионализм должен создавать множество самодостаточных сообществ. И это как раз будет противоядием от колониализма, потому что нету худших и лучших, нету господ и рабов, нету центров и периферии. Мы должны к этому идти, чтобы центры были везде и чтобы наши отношения были симметричными, а не асимметричными. Я завершу ответ так. У Украины были ресурсы для рывка в 90-х. Это также следствие определенных тенденций мировой политики, что Украина дошла до развала Академии наук, до развала научных центров, исследовательских центров, что она фактически утратила интеллектуальные ресурсы и стала зависима от подобных вещей. Мы видим, что мы зависимы. Поэтому регионализм это как раз противоядие от колоний. Это мой ответ краткий. Хорошо, давайте следующего у нас. Давайте я приглашу к нам в эфир Елену Каминарову. Пока она готовится, я задам вопрос от Константина, я так предупреждаю. Для того, чтобы реализовать ваши идеи, Андрей Олегович, для этого нужна диктатура и строгий контроль награждаемости в бедных странах и регионах. Все остальное от рукавого. Как вы считаете? Согласны ли вы с такой критикой? Еще у Платона был переход к лучшей форме правления через деспотию должен осуществляться. Ну, тем не менее. Краткий ответ нет. А длинный в следующих беседах, потому что это очень сложный вопрос. Я не считаю, что деспотия, диктатура, тоталитаризм, авторитаризм это лучший выход для человечества. А вообще, мне кажется, да, извините, добавлю, мне кажется, что это все-таки определенный миф о том, что мы перенаселены и что слишком много людей, что не хватает там еды, денег на всех. по-моему, это миф абсолютный. Просто как там было у Винни-Пуха, да, кажется, просто кто-то слишком много ест, да, мне кажется, что кто-то слишком много ест просто. а если собрать все суммарные деньги и я имею ввиду, гипотетически, я ничего не призываю и как бы разделить на количество населения, мне кажется, всем хватит очень-очень прилично. То есть, я думаю, что проблема перенаселения, она выдумана теми, кто в общем-то хочет как можно больше денег иметь, непонятно зачем. Мне кажется, пока ее еще реально нет, на мой взгляд. А у нас Елена появилась, только единственное, что она без звука появилась. Вам, Елена, нужно включить там сбоку микрофончик, включить свой звук и тогда мы вас услышим, а сейчас мы вас только видим, к сожалению. Там в зуме, да, должно быть где-то сбоку. Есть звук? Пока нет. Пока нет, я прокомментирую то, что сказал Владимир. Потому что, ну да, новая метафора у нас появилась, объявшегося Винни-Пуха. Очень милые образ для сильных мира сего. Но я сказал бы так, понимаете, много едят эти существа, потому что конкуренция и желание выиграть и победить пока главные мотивы развития мировой системы. Я говорю как раз о том, что будет Великая Революция, если мы поменяем мотивацию человечества. Чтобы строить другой мир, мир взаимопомощи, взаимодействия, конкуренция жесткая не должна быть на первом плане. распределение богатств и увеличение расстояния между богатыми и бедными это следствие мотивации победы и принуждения. Вот в чем дело. Мы пока не знаем... Елена, вам нужно выключить вещание лайв-стрима на YouTube чтобы вам было слышно нас. Yes, yes. Thank you very much. Ваше вопрос. What do you think about that and about the virtues also what is the beginning of our world and our civilization even our post-communistic come? Thank you very much. You're welcome. I understand I can't keep you watching because it was very, very long time I think you can answer on the question. You're welcome. 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 Вопрос был про ценности постмодерного мира а также про добродетели постмодерного мира соответственно для того чтобы добавить игры в дискуссии наверное и посткарантинного мира. В принципе пытался об этом и говорить просто я совершенно прозрачный вопрос но мне непонятен слово постмодерный мир. Вот если бы я понял о чем идет речь более точно постмодерный то есть постлиберальный постглобальный скажем первой версии глобализма тогда мы могли бы четко это видеть но по ценностям и по добродетелям как раз я и пытался отвечать что это ценности республиканского сознания людей взаимодействующих когда индивиз с его желаниями все-таки понимает себя как часть целого а не как вершина пирамиды соответственно добродетели солидарности сострадания взаимопомощи взаимодействия сотворчества а не соревнования победивший проигравший сильный слабый богатый бедный вот так если кратко можно описать мои видения я бы сказал что ценности мне кажется вообще не меняются никогда главные человеческие меняется обстановка меняется обстоятельства и соответственно меняется важный вопрос как их имплементировать правильно в правильном соотношении и чтобы они все-таки остались так сказать главными и двигали нас вперед но по-моему ценности всегда одни и те же были во все времена а вот вопрос дискуссионный вопрос дискуссионный я имею ввиду глубинные очень глубинные не социальные а глубинные человека отдельного человека мне кажется что они более-менее все-таки были одинаковые ну с момента некой цивилизации да начала цивилизации безопасность там счастье какое-то не знаю социальное там любовь и так далее мне кажется более-менее все то же самое да но не всегда в мировой истории прямо скажем удавалось их выводить на первый план мягко как я не всегда спасибо большое давайте я приглашу Игоря Тригуба приготовиться к вопросу сформулировать его пока есть с вашего позволения уточню вопрос Елены я так подозреваю что она имела в виду и добродетели поскольку она сказала слово virtues да и есть ли здесь какое-то соревновательство соревнование между ценностями и добродетелями нет-нет ценности ценности это то что мы должны хотеть это наши ориентиры и мотивы а добродетели это то как мы это делаем что мы практикуем какие модели поведения вот я их называл система добродетелей это схемы поведения индивида и сообщества у нас Игорь появился сейчас он подключает звук я вижу да Игорь мы вас слышим здравствуйте добрый день я такой вопрос вот не считаете ли вы что вот те проблемы которые обсуждали относительно смены мотивации что сейчас у человека например на личный успех на конкуренцию и так далее ну общество заточено и например на развлечения как до этого говорили какой индивид сейчас популярен и приветствуется в обществе общество ну индивид мотивированный на потребление и развлечение что это есть в человеческой природе то есть это как бы человеческая природа и человеку нужно постоянно каждый день с этим бороться вопрос каким образом сформировать в обществе вот такую тенденцию да мотивацию или вот эту идею постоянной борьбы и поиска ну и как усовершенствование внутреннего я то есть самого себя прежде всего спасибо большое спасибо большое за вопрос уважите я начну так я буквально вчера об этом писал у себя вы меня подхватите колени я я я я здесь скажу что по моему мнению и глубокой уверенности свобода заключается не в том что вы можете делать а в том как вы себя ограничите от того чтобы делать дурное поэтому я считаю что по-настоящему свободный человек это человек ограничивающий себя от дурного и пестующий хороший и только таким образом вот такие простые слова вроде бы но только через самоограничение мы можем достичь оптимальной свободы я могу согласиться могу согласиться но это затронутая интересная тема мне кажется что это преувеличено в нашей природе стремиться только вот к развлечениям и прочим вещам мне кажется что это были стандарты которые пропагандировались как базовые это определенные идеологии которые 250-300 лет человечество не жило так и надеюсь не будет жить таким образом но тут есть один позитивный фактор а нам уже не дадут ресурсы мировые ситуация которая сложилась в 21 веке жить по-прежнему развлекаясь и потребляя на наше желание потреблять и иметь безбрежное количество желаний накладываются уже и биологические ограничения если еще вчера мы могли сделать это собственным актом самоограничения свободным то теперь нас природа принуждает менять свои схемы поведения вчера мы могли это сделать сами самостоятельно как мудрые существа но мы оказались глупыми сегодня нас будет принуждать природа в такой ситуации нам легче будет поменять схемы поведения потому что это будет внешнее давление понимаете мы уже не можем сколько потреблять мы не можем сколько производить мы не можем безмерно обогащаться и брать ресурсы у природы мы уже этого не можем поэтому это совершенно нас принудят к этому вот тот третий игрок о котором я говорил здесь очень хорошо демонстрируется тем что у нас вроде как весь мир пытается жить как золотой миллиард но если мы представим что еще 5 миллиардов будет жить как золотой миллиард это будет хаос представьте все везде ездят все потребляют все хотят менять телефон раз в полгода и так далее это невозможно просто то есть мы себе поставили те цели которые недостижимы в принципе ну да я еще добавлю согласен но добавлю от себя что на самом деле да конечно конкуренция конкурентность другими людьми желание быть лучшим это безусловно такая достаточно серьезная часть человека но это все-таки не главное на мой взгляд я думаю что вы согласитесь со мной что для практически любого человека все-таки главное это любить быть любимым уважать быть уважаемым понимать быть понятным все-таки если вглубь уходить это намного важнее чем быть первым мне кажется быть первым или потребление какое-то сверхпотребление оно все-таки скорее всего во-первых не на первом месте а во-вторых может быть как следствие того что нету вот этих вот того о чем я говорил поэтому мне я кажется это надуманная надуманная такая поверхностная скажем так формулировка я имею ввиду формулировка адженды да что называется современной на самом деле если мне кажется глубоко человеку все-таки это не не главное для человека не самое главное и может быть из-за этого так много в общем людей которые не так уж довольны собой своей жизнью наверное меньше чем раньше я думаю хотя раньше жили тяжелее именно из-за того что в общем-то это стало первым практически главной такой повесткой дискурсом современного мира Юля у нас есть еще гости да у нас есть еще гости я могу пригласить Сергея Соколова подготовить свой вопрос а тем временем я могу задать провокационный вопрос считаете ли вы что будет хорошо для будущего цивилизации если мировое лидерство займет Китай я не считаю потому что Китай не является сегодня духовным лидером человечества элиты Китая технократичны технократические элиты ставят технократические цели тем самым они могут отбросить человечество в далекое прошло они могут усиливать наше тело и ослаблять нашу голову и мне кажется что или Китай будет постепенно меняться или человечество должно прикладывать усилия чтобы все-таки возвращать Китай в какую-то гуманитарную плоскость потому что технократическое мышление опасно оно важно как элемент но оно опасно как главный ориентир развития это мой ответ я лично вообще сейчас не вижу таких сил политических которые могут которые я бы знаете считал благом для человечества чтобы они взяли на себя образы правления я очень все-таки надеюсь что это будут некие просто люди какие-то не знаю интеллектуальные группы какие-то авторитетные люди в общем-то что-то я по крайней мере на этот момент историческое развитие я не очень верю в то что какая-либо страна или политическая сила может что-то такое очень позитивное вывести нас вот в ту модель мира о которой мы говорили Сергей у нас появился только без звука Сергей включите звук и тогда сможете задать свой вопрос мы вас не слышим Сергей Сергей камера есть а звука что-то у него звука что-то нет нас видимо на ютубе слушает а там мы опаздываем немножечко ютуб да он сейчас нас услышит начнет включать звук я думаю я бы прокомментировал то что тогда Владимир интересно по поводу того что все мы в принципе хотим быть любимыми мы хотим уважения и хотим быть счастливы и жить в полноте но как раз трагедия была в том что нам указали ложные пути нам указали что путь к этому всему достаточно в узкой сфере лежит победа и поражение в сфере больше экономической я говорю сейчас очень простыми вещами да что кратчайший путь к уважению к любви это путь хороших заработков и путь богатства в то время в то время как мы существа гораздо более сложные и у нас есть много разных путей к этой цели но как политики заслонили собой все с шоу звездами точно так же богатые люди миллиардеры и успешные в кавычках люди заслонили собою многообразие путей развития человека и фактически нам поставили ложные стандарты поведения вот для меня это большая проблема можно быть любимым и уважаемым не обязательно будучи успешным по современным меркам человек могу ли я попросить звук да есть звук пусть повисит давайте пока кого-то еще пригласим а можно я пока задам уточняющий вопрос Владимир сказал еще быть понятым понимать и быть понятым вот в этой всей триаде есть ли какая-то градация или это не знаю диаграмма вена должно ли это пересекаться я бы сказал иметь иметь достаточное количество людей по крайней мере в своей жизни которые которые искренне тебя понимают и которых ты понимаешь да то есть мне кажется это важнее на самом деле с успехом если ты нацелен на этот успех таких людей чаще всего все меньше и меньше а иногда и они вообще заканчиваются то есть я к тому что этот путь ну скажем так не уж точно не помогает не всегда мешает сюда из-то человека но это не не является вехами одной пути вот одного пути скажем стремления к первенству богатству или там не знаю к публичному уважению из-за своих из-за своего статуса и объективному такому человеческому уважению любви и так далее мне так кажется спасибо огромное мне кажется у Сергея появился звук нет не появился к сожалению видимо так и не решат правда давайте кого-то еще подключим да пока что может быть Сергея пока не будем отключать просто камеру ему отключим звук включит потом хорошо а вот у нас тогда плюс вы знаете я еще извините добавлю вот один один важный мне кажется момент в этом плане плюс понимаете это еще создает на мой взгляд такой очень серьезный комплекс у человека потому что если цель скажем человека ну для счастья для это быть понятым быть любимым этого в принципе могут достичь все а если цель быть главным быть первым или быть миллиардером то в общем-то скорее всего достигнет ноль там не знаю сколько один процент и соответственно все остальные будут испытывать так сказать комплексы неполноценности то есть мне кажется это в общем-то довольно опасная скажем так довольно опасная концепция счастья это называется современном мире а можно я в поле случая сам задам вопрос и отвечу тоже вера в чате сегодня фамилию упустил спрашивала обращаясь ко мне почему-то ко мне с тех пор как мы обсуждали книгу 12 правил жизни обращаются сейчас к амбассадору Джордана Питерсона что мы постоянно созваниваем себя в курсе как у него дела вообще его большой фанат спрашивает когда его выпустят из больницы так вот как раз вчера у него появилась новая фотография что он дома и что он пишет дальше продолжает писать свою книгу у него новая книга рабочее название следующие 12 правил жизни я не знаю не знаю справится он с этим кризисом который пережил надеюсь что справится потому что действительно очень интересный автор человек так к нам тем временем подключился Андрей Андрей здравствуйте Андрей вас слышно да хотел бы задать следующий вопрос говорили о роли политика в будущем больше как о человеке который будет отвечать за менеджмент у меня тогда вопрос какие цели он будет преследовать чем он будет вдохновляться и сможет ли он на старых базисах на тех на том воспитании и все-таки политика сейчас очень тесно связана с промышленностью и с бизнесом реализовывать общечеловеческие ценности и если нет то тогда кто бы мог бы нам сделать таких политиков где бы с какого класса они могли вырастить и кто бы все-таки смог бы реализовать процесс передач власти между этими группами людей у меня все спасибо я лично считаю что политиков мы должны сделать политики вообще знаете это это как дисциплина своеобразная и говорится же что политика это искусство возможно вот пока это возможно в общем-то быть непрофессиональным и в общем-то поддерживать финансовые элиты в ущерб людям они это будут делать вы знаете те же самые политики если их мы заставим наконец правильно работать менеджеры добудутся не работать поверьте мне я чуть не сомневаюсь в том что вопрос не столько именно в тех политиках хотя тоже часть бы неплохо поменять но именно в том что не задается такая задача мы не требуем от них выполнять свои функции скажем так и в принципе любуемся ими в основном и если он еще где-нибудь случайно пожмет руку ну вообще просто голосует до конца жизни за него чтобы он не делал обожествляем его перестанем обожествлять начнем требовать выполнения их прямых обязанностей они подстроятся очень быстро я в этом уверен здесь такие политики они же от того что у нас очень шоу ориентированное общество что покупает то ему и продают здесь возможны два пути развития первый снизу второй сверху а может быть комбинированный какой-то путь сверху это когда приходит какой-то очень сильная личность которая начинает всех менять под себя вот через не хочу ломать убирать футболистов с телевизора туда звать академиков воспитывать общество и так далее и другой путь это когда общество само через создание горизонтальных структур качественно меняется и таким образом в этом качественном новом обществе вырастает качество новой политики которая отвечает его интересам я извиняюсь добавлю одну фразу считаю реальным только второй вариант первый думаю нереальный сейчас то есть платон считал вернее вариант первый да ну может времена такие были может он чуть поумнее меня тоже возможно спасибо большое Андрей за вопрос Андрей Левич наверное хочет тоже добавить я скажу одной фразой я вообще считаю что политические партии это пережитки прошлого это это не просто театр это уже скучный театр поэтому нам нужны такие бодрячки типа Трампа Шизика Бориса Джонсона такого харизмата красавца Макрона потому что мы понимаем что политические партии старый ненужный театр который уже никого не интересует и мне кажется что ближайшие десятилетия нужно вообще отказываться от идей партийной борьбы и партийных всех этих ячеек потому что они высасывают энергию творческую человечество направляя по ложному непродуктивному пути я за уменьшение от боли политиков вообще в жизни будущего человечества на мой взгляд можно сократить расходы партийные и так далее на предвыборной кампании я думаю что столько денег выставить они абсолютно не нужны это как бы просто поддержание этой машины которая в принципе сама себя кормит но объективно половину легко можно убрать даже никому она не интересна она и не интересна но она поддерживается искусно очень искусно поддерживается этот интерес Трампами и прочими такими политиками потому что уже понимают что интерес все меньше и меньше но вообще как бы я считаю что можно тратить два-три раза меньше я вот сейчас иллюстрацию я покажу как скажем странные периферии так называемые или вторичные подражая вот этим скучным театрам создают вообще театр абсурда потому что Украине или России например или Белоруссии сказали что должно быть партии они смотрят на запад создают партии но в результате с Украиной в Украине с партиями не вышло у нас постоянно какие-то совершенно кронские проекты лидерского типа да совершенно смешные подражания этим системам это как раз знак периферии вот если бы там в центрах не играли бы в эти партийные уже не нужно никому игры возможно и у нас бы политика пошла по другому пути а так мы их создаем мы должны их лепить они меняются в Украине каждый год у нас наверное было партии уже несколько сотен это говорит вот повторить хорошо Андрей в конце одну фразу приведу просто вспомнил что незавиденный Виктор Черномыгин при латой фразе сказал что у нас такую партию не строить все равно получается КПСС но в то время это было справедливо Андрей Андрей я тут хотел бы наверное немножко уточнить свой вопрос все-таки должны на мой взгляд если мы хотим говорить о изменении модели всего общества то в условиях еще и ограниченных в будущем ресурсов человеку необходимо политику необходимо будет принять решение куда пойдет вектор развития то есть он же при этом должен чем-то руководствоваться вы же сами сказали что есть целые кластеры людей которые инженеров биологов ученых которые направлены там своим делом и они будут обеспечивать наше будущее но чтобы их увидели профинансировали должен на них пасть выбор и он должен быть чем-то обоснован как будут формироваться эти люди которые будут принимать такие решения ну вы знаете я считаю что у каждого свое как говорили древние то есть пусть эти люди занимаются тем чем они любят политика достаточно людей которые могут адекватно хорошо заняться политикой если их поставить в жесткие рамки а что касается финансирования и того что в будущем будет не хватать ресурсов вы знаете если изменить кое-какие вещи оптимизировать например вот если мы говорим о прошлом вопросе да то есть там столько всего можно оптимизировать и столько денег высвободится абсолютно не нужно тратящиеся на какие-то бюрократические там форумы не знаю там парламенты и прочее вы знаете какое дикое совершенно количество денег оттуда можно убрать бессмысленное которое кормит на самом деле сама себя эта система и если поменять систему я уверен что денег хватит на все если она поменяется а так-то конечно откуда деньги брать если там не знаю половина не знаю всех финансов уходит в общем-то в пустоту по большому счету но так или иначе мы понимаем что невозможно создание института подготовивающих чуть на политиков и лучший институт для политиков это хорошее на всех слоях гражданское общество где на всех же слоях идут дискуссии и в этих дискуссиях как раз и воспитываются те самые политики которые представляют интересы это гражданского общества на всех его слоях поднимаясь постепенно конечно я хотел бы добавить вот как раз вопрос Андрея он и продолжает логику моих рассуждений потому что все связано в современном мире смотрите рыночное мышление как преобладающие раз большие корпорации которые создают политиков два создавать политиков можно создавая их как медийных персонажей через СМИ три и нужно создавать декоративную демократию для того чтобы создавать иллюзию гражданского общества четыре вот если применять главные элементы через то что я называю регионализмом уходом от рыночного мышления уходом от этой ложной театральности тогда на первый план будут выступать люди дела люди которые делают создают которые в той или иной сфере заметны без создания иллюзорных СМИ декоративных мы знаем что этот человек спасает жизнь этот человек придумал то-то это инженер это актер это музыкант и интерес небольшого капитала к этим людям а интерес граждан в тех регионах которые выдвигают этих людей не как политиков а как людей думающих вместе совещаясь о развитии региона страны или большого локального образования то есть я сейчас говорю об отмирании политики в традиционном понимании слова она завязана как раз на вот этом экономическом типе мышления как мы видим нельзя отрывать какую-то деталь из этой общей картины все в этой картине взаимосвязано декоративная политика связана с экономическим мышлением и так далее и тому подобное СМИ работают промотируя вот эти ложные дутые персонажи политиков-героев политиков-киногероев и так далее а сами политики имитируют свою деятельность абсолютно отрываясь от граждан и уходя из-под их контроля поэтому я да сейчас Юля добавлю что это очень сильно очень сильно от нас зависит все-таки мы должны этот запрос сами они этого не сделают сама система не перестроится если будет запрос если мы скажем что нам надоели все эти театры миллиардные стоящие миллиардных денег там не знаю все эти какие-то попытки псевдорешения проблем которые не решаются вот скажите мне за последние 20 лет какая проблема реально была решена и дайте мне считаться сказать сколько на это было потрачено ну хватит пора уже мне кажется людям сказать ребята хватит давайте покажите решение нет до свидания вот как бы и этот театр нам больше не нужен да то есть мы не хотим больше 90% своего времени читать про политиков у нас другие интересы да и так далее вот пока вот если это произойдет все изменится да мне кажется само к сожалению не не изменится мы должны здесь поэтому то что я говорил в начале чуть-чуть поактивнее стать да свою позицию так сказать четко заявить что хватит в общем нас за нас водить мы этим сейчас занимаемся собственно это вот это наш вклад Юля давайте еще один вопрос еще одного человека и будем закругляться я уже хотела задать вопрос ну ладно да давайте дело в том что очень тяжело понять кто остался поскольку либо уже были заданы вопросы либо это Ники и мне немного страшно приводить сюда без имени фамилии давайте Сергея Шермазанова даже с портретик я видел его в комментариях на ютубе да давайте попробуем пока Сергей к нам присоединяется скажите пожалуйста догонку вашему предыдущему вопросу умерли ну внимание к звездам Голливуда прошло теперь у нас политики прошло как как вы считаете если например сейчас медсестры врачи которые справляются сегодня миллионами с этой проблемой если сделать тех людей которые помогают сегодня звездами и на них направить вот этот луч прожектора поможет ли это сделать внимание к предпринимателю к учителю к доктору на уровне создания теперь уже сработой унии которые уже сработают профессиональных объединений вот каких-то профсоюзов которые делают звездой профессию а не конкретного человека я об этом я извините да просто почему я как раз думал за час до эфира как раз именно об этом о том что может что может измениться восприятие людей после этих событий это то что может быть наконец люди как бы не то что поймут они всегда понимали но знаете это такой шок когда вдруг ощущение что врач который сейчас он в принципе важнее всех важнее голливудских звезд важнее политиков реально в данной ситуации это главный человек сейчас в мире да в странах и вот это у меня есть некая надежда на то что это немножко встряхнет людей особенно западных стран которые не привыкли к тактизмам и как-то они начнут вдруг понимать что немножко есть другие герои ученые которые там не знаю вакцины или там лекарства разрабатывать что они намного важнее может быть я очень надеюсь что этот звук произойдет что у нас немножко поменяются модели героев так сказать потому что сейчас они ну такие да прямо скажем на любителя шоу шоу герои у нас давайте Сергея послушаем Сергей здравствуйте очень приятно вас видеть у нас в эфире давайте сейчас а вот все у вас звук включен здравствуйте добрый день благодарю так сложилось что я являюсь одним из организаторов проекта школы конституции участником движения такого гражданского живого за конституцию в Украине и по сути как бы целью можно сказать является этих проектов ну не проектов а вообще просто объединение граждан организация общества я вижу очень много похожего с тем что вы говорите через самоуправление через развитие самоуправления которое объединит индивидуальные интересы с одной стороны каждого и концепцию общего блага как она собственно и прописана в нашей конституции у меня мой вопрос такой какие да при этом я хотел заметить что очень активно откликаются люди которые в этом непосредственно участвуют и очень ну практически нету примеров когда бы откликались должностные лица которые собственно распоряжаются на сегодняшний момент нашими ресурсами и хотя в наш бюджет заложены многие программы по развитию гражданского общества как мы знаем сейчас и я хотел спросить какие бы вы порекомендовали практические шаги по устранению вот этого разрыва который сегодня существует между гражданами и нашими представительскими образами спасибо большое Сергей за вопрос всегда вот это очень интересная стратегия у нас сегодня пять-шесть человек которые задавали вопрос во-первых очень приятно было слушать спасибо большое за ваши инициативы но когда у нас всегда цейтнот и спрашивают что делать какие шаги принимать я достаточно ответственный человек и для этого нужен особый разговор специальный разговор потому что за 30 секунд 40 секунд ответить на вопрос что делать если бы это было возможно мы бы поменяли все человечество за полчаса но я хочу сказать что вот то что мы проговаривали регионализация акцент на средний малый бизнес на сообщество которые повышают свою самооценку которые не идут на подачи за подачками к власти к правительству каким-то губернаторам у нас или региональным каким-то башкам или не идут на поклон каким-то большим политикам они самодостаточны таким людям уже не нужны политические партии им не нужны симбиозы с большой политикой они сами носители активности социальной экономической культурной то есть это путь от вертикали к горизонтали путь от вертикали власти к сетевой горизонтальной связи граждан которые друг друга поддерживая взаимодействие создают альтернативные в начале проекты а потом в конце концов поглощают вертикальную государственную систему вначале создают горизонтальную сеть взаимодействия а потом постепенно мы понимаем что это вертикаль это пирамида хеопса никому не нужна уже и не действует мы сами без нее справляемся потому что если брать такие страны как Украина государство уже давно не исполняет своих основных функций ну да оно что-то делает да какие-то распределяет налоги но в принципе главные главные задачи государства плохо исполнялись до нынешнего момента обучать лечить защищать все эти вещи мы только сегодня снова и снова начинаем ну не знаю рассматривать как задачи брать Украину нулевых или Украину 90-х этого не было то есть вот такая смена вертикальная горизонталь спасибо Сергеем за вопрос я думаю на этом будем заканчивать давайте подведем итог сегодня мы опробовали новый формат с подключением зрителей может быть не обошлось без каких-то накладок технических этот эфир мы весь записали потом отредактируем выложим в хорошем качестве если вы сейчас смотрели здесь могло быть качество не очень хорошее потому что прямой эфир и нам нужно совместить и Zoom одновременно и Stream это все делается на обычных домашних компьютерах вы понимаете и в очередной раз для того чтобы тоже показать что вы тоже можете это делать потому что мы здесь собрались для того чтобы обсудить между собой и перед вами и показать методику того как это гражданское общество должно работать мы не эксперты как нас тут кто-то обвиняет или наоборот поддерживает мы обычные обычные люди такие же как вы обсуждающие эти проблемы и через это обсуждение заражающие обсуждением других у нас своя здесь пандемия это должна быть пандемия здравых идей я считаю целительное я думаю да терапевтическое я со своей стороны хочу подвести итог наших вопросов мы сегодня задали больше 20 вопросов за что получили благодарность тех людей которые сказали что очень живой получился эфир это было доказательство это было доказательство того что можно быть услышанным можно получить ответ на вопрос я должна сказать еще что очень много было комментариев друг к другу в чате и люди комментировали по ходу ваши идеи комментировали вопросы друг к другу очень большое количество городов к нам присоединилось с самого начала было видно что у нас представлена практически вся Украина были Таллинн Вильнюс Мюнхен Америка была с нами Израиль был с нами все начинают говорить большое спасибо и на этой замечательной ноте я передаю заключительное слово нашим гостям я бы хотел поблагодарить всех кто там сегодня подключился перед тем как поблагодарить всех кто собрался здесь на экране и извиниться перед тем кого вы не смогли поместить в эфир потому что у нас время ограниченное вы же понимаете что всех мы поместить не можем но мы и так вопрос там читали и старались вас привлечь и в дальнейшем если мы что-то подобное будем делать то я надеюсь мы продолжим быть традицией сейчас было это опробовано нам сегодня модерировать помогала Юля большое спасибо а со мной в эфире были Андрей Олегович Бумейстер и Владимир Крамник может быть у вас какое-то завершающее слово напутственное ну я бы хотел чтобы Олег завершил Андрей извиняюсь завершил Андрей Олегович и поэтому наверное я сейчас скажу просто хотел поблагодарить всех извиниться за то что все-таки наверное много было таких ответов не очень продуманных я имею ввиду в лингвистическом смысле наверное не сверх здорово говорил и может быть не все донес или не совсем правильно донес то что хотел но мне кажется такой живой формат лайф он может быть этим грешит но мне кажется что он намного интереснее так сказать вот этих стандартных речей по бумаге которые вот герои нашей сегодняшней передачи политики нам рассказывают поэтому я надеюсь что людям понравилось извините если что не так и не всегда был на высоте Андрей Олегович я хочу поддержать Владимира и Влада тем что подчеркнуть две вещи первое это попытки были пригласить к разговору друзей потому что в СМИ и в Фейсбуках происходит некая имитация лидеров мнений политологов политиков это желание показаться желание звучить какую-то позицию мы просто вас приглашаем к разговору мы здесь не эксперты а мы здесь как раз представляем тех граждан которым являетесь и вы поэтому наша задача была показать как мы реагируем на те или иные актуальные вопросы но поскольку каждый из нас еще и профессионал в какой-то своей сфере я например пытался говорить как философ у меня ощущение что мир меняется и то что мы сейчас переживаем очень сильно скажется на изменении ценности изменении вектора человеческого развития поэтому мне кажется что такие разговоры и дальше важны поскольку их задача прорабатывать пытаться продумывать новые стратегии новые прогнозы это не пророчества это не какие-то гадания речь идет о том как мы реагируем и пытаемся выстроить возможные выходы из ситуации и диагностировать изменения ценностей ориентиров которые будут в ближайшие 5-10 лет поэтому я думаю что этот как раз наш такой режим общения он очень многообещающий в том плане что это приглашение к демократической беседе равных никто из нас не эксперт никто из нас с высоты своих знаний не вещает вам мы просто делимся своими ощущениями и мыслями я очень благодарен поэтому и Владу и Владимиру очень благодарен Юли за модерирование за активные вопросы мы завершаем свою трилогию я думаю что мы как-то встретимся уже в других темах не знаю в других форматах и продолжим наши с вами разговоры да спасибо еще раз большое на этом наш эфир заканчивается ставьте лайки конечно же это единственный способ как можете показать что вам понравилось на ютюбе как бы это ни было банально или дизлайки не понравилось любая реакция это хорошо всего доброго друзья спасибо всего доброго спасибо большое было бы интересно